В прошлых публикациях мы говорили о происхождении двух крупных калмыцких субэтносов Тургуды и Дербеты. Рассмотрели через призму родного языка этимологию и немного затронули историю. Сегодня мы познакомим вас с немногочисленными субэтносами – джунгарами, зюнгарами и хошудами. Из истории мы знаем, что Дербеты и джунгары имеют общее происхождение. Правящая элита этих двух племен называли себя Цоросы. Историческая летопись или Тхэл Шастыр повествует следующее – предок Дербетов Борнахл и предок джунгар и Сентедархн-Найон являются родными братьями. От них двоих произошли джунгары и Дербеты. Эта же история записана в сказании о Дербенайратах в мифическом стиле. Когда-то в древности были Аминай и Диминей. Они кочевали в безлюдной стране, у каждого из них было по 10 сыновей. От 10 сыновей Аминая подошли подвластные джунгарских Найонов, а от 4 сыновей доминеи произошли подвластные дербетских Найонах Дорун-4, потомство которых постепенно размножилось. Кто такие джунгары? Ученые считают, что этот род, прежде называвшийся Цоросами, вошел в состав Айратов в 14-15 веке и занял лидирующие позиции в Айратском союзе. По-калмыцки джунгар переводится как «левая рука», а также этим словом монгольские народы называют «левое крыло» армии. Джунгарами позже стали называть Айратов Цоросов по расположению их войск. Это название айратского субэтноса положило начало политинониму и топонониму «Джунгарское ханство». Джунгария, а все айратское население Джунгарий, дербеты, тургуды, хошуды, хойты стали называться джунгарами. Более того, даже окраинные тюркские народы – алтайцы, тувинцы, вошедшие в состав джунгарии, стали также джунгарами. В составе современного калмыцкого народа джунгарские рода также влились в тургудские и бузавские субэтносы. Также отдельно существует традиционно небольшая автономная субэтническая группа джунгаров на современном западе Яшкуйского района. Помимо джунгаров в Калмыкии также проживает небольшой субэтнос хошуды. Название «хошуд» является производным от слова «хошун», одного из значений которого в монгольских языках «остриё» – «клюв», «клин», «морда», «передовой отряд». Такое именование было дано гвардейскому подразделению войска Чингисхана и связано с его авангардными функциями или, возможно, с видом его построения – клином, мордой. То есть строй войска представлял собой острую колонну. При таком виде построения люди, стоявшие в голове, её фактически шли на верную смесь. Хошут – название одного из подразделений гвардии Чингисхана – упоминание, о котором связано с историей Монгольской империи. В 1203 году Чингисханом был создан корпус телохранителей Тургак Кишиктенов. А в 1206 году он был дополнен подразделением «хошут» – это был седьмой особый полк – полк тысячи отборных богатырей. В ханской гвардии первоначально численностью в тысячи воинов. В гвардию Чингисхана набирали людей и числа покорённых племён – лиц, видных по наружности, отличавшихся способностей и умом. Во время боевых действий полк Хошут выполнял авангардные функции – разведка, отражение первых ударов противника. Помимо этого, в их обязанности входила дневная служба – охранение личного императора. В сокровенном сказании монголов об этом отряде телохранителей говорится, что Чингисхан повелел им в дни битв сражаться перед его отчами. Интересно, что династия, возглавлявшая Хошутский дом, происходила от младшего брата Чингисхана Хабутухасара, чей клан назывался Борджигин. В 15-16 веке Айратский союз возглавили хошутские предводители, тем самым легиметизировав свое положение на общемонгольском уровне. Вплоть до революции 1917 года в Калмыкии Зайсанги из хошутских родов происходили от своих первопредков из «золотого рода». На территории Калмыкии на стыке поселков Серпа в Кеченеровский район и Хошут в Октябургский район кочевало около 20 хошутских родов, а также отдельные кочевья хошутов располагались на территории современной Астраханской области, где проживают и тургуды. Джунгары и хошуты в Калмыкии небольшие субэтнические группы, которые не являются этнообразующими звеньями калмыцкого народа. Однако, несмотря на многочисленность, эти рода считаются самостоятельными субэтносами, наряду с тургудами и дербетами. В следующей публикации мы расскажем вам о самом удивительном и молодом калмыцком субэтносе Бузалы. Также предлагаем нашим подписчикам оставлять комментарии под постами, о каких родах вы хотели бы почитать или увидеть на нашем канале и в наших публикациях. По просьбам наших подписчиков готовятся уже статьи по следующим родам. Бахут, Эрктн, Керят, Цатн, Зёд. Из материалов Центра развития калмыцкого языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова